А перед просмотром ролика я бы хотел порекомендовать вам канал Car Crash Tube. Здесь вы увидите ежедневные подборки аварий и ДТП, а также тематические видео на различные темы, хаму за рулем, разборки на дороге и в общем много-много всего интересного. Каждый для себя обязательно найдет что-то интересное. Заходи и подписывайся, ссылка в описании. Сегодня я представлю вам подборку из пяти худших фильмов в истории кино. Ну, хорошо, в недавней истории, относительно. На самом деле невыносимо плохих фильмов за всю историю кинематографа было снято так много, что даже список из сотни таких шедевров не включил бы в себя всё. Предлагаю вам посмотреть на мою версию такого списка. МОВИ-43. Встречайте Хью Джекмана с огромной мошонкой на самом видном месте. Пятое место. Зацените Холли Берри с гигантскими сиськами. Приколитесь над Джерардом Баттлером в образе гадкого агрессивного гнома. МОВИ-43 это незаслуженное оскорбление всех, кто хоть самую малость любит кинематограф. Перед нами набор из нескольких комедийных мини-фильмов, которые практически целиком состоят из гадостей и непристойностей. Так что совершенно невозможно объяснить наличие здесь такого количества ведущих звезд Голливуда. Кинокритики всего мира были буквально потрясены тем, насколько бездарным может оказаться результат труда такого количества, в общем-то, довольно талантливых людей. Достаточно сказать, что продюсером и соавтором всего этого непотребства выступил не кто иной, как Питер Форелли, в своё время снявший отличную комедию «Тупой и ещё тупее» Джимом Керри. Конечно, без фекально-унитазного юмора и там не обошлось, но то, что вывалили на голову бедного зрителя в МОВИ-43, лежит за пределами добра и зла. Кстати, обозванные комедии фильм не намного смешнее восставшего из ада, или вообще нисколько не смешнее. Четвёртое место. Комната. Забудьте все плохие малобюджетные фильмы, выходившие прямиком на DVD, миной кинотеатры, а также беспощадные подделки мелких режиссёров, никому неизвестных студий, которые уходят в никуда на другой день после релиза. Перед вами истинный король независимого кино. Фильм настолько плохой, что сегодня он заслуженно обрёл статус культа, и его посмотрели миллионы людей, только чтобы узнать, что же в нём такого выдающегося. Ответ – Томми Вайса. Это удивительный человек, владелец студии, на которой был снят фильм, автор сценария, режиссёр и исполнитель главной роли. Томми сумел наполнить своё творение такой тёплой атмосферой неадекватности, что его чудесный фильм немедленно вошёл в число бессмертных творений кинематографа. Он так плох, что даже хорош. Ещё никто не был бездарен так интересно и очаровательно, как Вайсу. Его сценарий с немыслимыми фразами из ниоткуда великолепен. Его актёрская игра, в которую он ни разу не сумел выбрать правильную интонацию или жест, неподражаемо. В фильме есть что-то выдающееся, поэтому он сумел завоевать всемирную славу. Определённо, успех пришёл к Вайсу с чёрного хода. Третье место. Птица Калипсис. Шок и трепет у нас на третьем месте. Всё, что было сказано о фильме Комната, можно применить к Птице Калипсису. И всё же этот фильм уверенно опережает Комнату в рейтинге худших. Самый потрясающий состоит в том, что это не пародия и не прикол. Режиссёр Джеймс Нгуэн действительно считал, что делает настоящий фильм, который кто-то будет смотреть и выпустил его в прокат. Это показывали в кинотеатрах. Поскольку Птица Калипсис немедленно снискал себе славу худшего фильма в мире, он тут же стал культовым, точно так же, как и Комната. Он идеально гармоничен. Бездарность актёров великолепно соответствует безумию сюжета. Музыкальное сопровождение так же примитивно, как монтаж идеологии. И только спецэффекты несколько выделяются из общего ряда. Как говорится, лучше один раз увидеть. Второе место. На втором месте у нас «Малыши из мусорного бака». Когда речь заходит о рейтингах худших фильмов, некоторые жемчужины мирового кинематографа незаслуженно оказываются забытыми. Обладатель второго места в этом списке относится к их числу, потому что этот невообразимо плохой фильм, родом из 80-х, по своей омерзительности и невменяемости, дает фору в 100 очков вперед любой бездарной подделки нынешних режиссеров. Основанный из серии коллекционных карточек, которые сами по себе являлись пародией, фильм словно намеренно сделан таким образом, чтобы непрерывно вызывать отвращение. Главные герои в нем – гнусные существа неизвестного происхождения, напоминающие детей, живущие в мусорном баке и обладающие целым набором физических и моральных отклонений. На протяжении всего фильма они заливают друг друга соплями и городят фантастическую чушь, а юмор этой картины идеально описывает тот факт, что один из героев, прыща в очкарик над, мочится в штаны несколько раз подряд, и авторы явно считают, что с каждым разом это становится все смешнее. Тошнотворный и бездарный фильм приводит в трепет любого зрителя, но самое чудовищное заключается в том, что это детская комедия. Первое место. И, наконец, первое место – «Мак и я». Пальву первенства я отдал именно этому детскому комедийному фильму, снятому в 80-х. Этот обладатель нулевого рейтинга Rotten Tomatoes.com на самом деле даже отвратительные малыша из мусорного бака, потому что упомянутые малыши хотя бы не были полуторачасовой рекламы Макдональдса и Кока-Колы. Здесь даже есть Рональд Макдональд, указанный в титрах как «Он сам». «Мак и я» вывел кинематографическую гнусность на новый уровень, потому что он нисколько не стесняется своей собственной алчности. Любой другой трэш хотя бы можно считать неудачным самовыражением. Здесь же все насквозь пронизано коммерцией. Фильм копирует популярного инопланетянина Спилберга. Главного героя зовут Мак, по аналогии с Биг Маком. Он пьет только Кока-Колу, а пятиминутная сцена танцев в ресторане Макдональдс делает фильм идеально лидером худших фильмов мира. При этом он еще и фантастически бездарно снят. Перечислять все, что Мак и я сделал плохо, невозможно. Он сделал плохо абсолютно все. Можно только особо отметить инопланетян, которые выглядят как ходячие мертвецы, перед кончиной страдавшие от синдрома ускоренного старения. За то, что этот фильм еще и предназначался для детей, на его авторов неплохо было бы подать в суд за попытку нанести массовое психическое увече подрастающему поколению. Это худший фильм, который вы когда-либо делали? На этом все. Советую вам посмотреть топ-5 самых опасных хакеров мира и 10 крутых видов животных 2015 года. Смотрите только хорошие фильмы. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайки. Ах да, и пишите в комментариях, какой, по вашему мнению, самый худший фильм мира. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!